Большой зал Центральной городской библиотеки заполнен полностью. Очевидно, что встречи с автором «Тотального диктанта-2023» Василием Авченко в Тагиле ждали с нетерпением. Практически все, кто пришел на встречу, участвуют в просветительской акции в качестве экспертов, участников или волонтеров. Я на встрече с Василием Авченко уже второй раз. То есть первый раз я познакомилась с ним в Ярославле. Но вопросы вот только сейчас родились, которые хотелось бы ему задать. Они касаются и становления его как писателя, какие-то такие, потому что мы готовим будущих учителей русского языка и литературы. Мне тоже хотелось бы узнать о том, какую роль в его творческой жизни сыграл этот учитель. Авторы — это интересные люди. Они другие, они не такие, как мы. С ними интересно общаться, интересно узнавать их мнения. Ну и завтрашние мероприятия. Все равно как-то относятся к этому всему. Я первый раз буду участвовать в «Тотальном диктанте». И в роли волонтера тоже. Василий Авченко живет и работает во Владивостоке. Писатель, журналист, выпускник Дальневосточного государственного университета. То немногое время, что провел в Нижнем Тагиле, он потратил на знакомство с городом. Я с удовольствием гуляю по городу, стараюсь больше ходить ногами. Ощущение, с одной стороны, какого-то простора, с другой стороны, приобщение к этой старинной традиции, промышленной и не только. Сегодня мы были, кстати, в музее пролетанковой техники на Ураловом заводе. И лишний раз убеждаешься, как удивительным образом связана вся наша страна. Куда бы ты ни поехал, от Чукотки до Калининграда, от Урала до Сибири, все равно мы все связаны какими-то сотнями различных ниточек. И все же главное, чем живет и дышит автор, это родной Дальний Восток. К слову, даже текст диктанта будет о легендарном путешественнике и исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Ни в коей мере не желая умолить значение Урала, становым хребтом России он также считает Транссибирскую магистраль. А страницы освоения Сибири и Дальнего Востока достойными большего освещения. По-хорошему учебники географии давно пора переписать, потому что вот это движение на восток, которое в России шло в течение нескольких столетий, да, вот лишний Тагилл, если основан 300 лет назад, ну вот 17 век и 18 век шло стремительное движение первопроходцев дальше на восток, через Сибирь. И в общем уже в 1639 году, вот очень давно, первый отряд Ивана Москвитина вышел к Охотскому морю, то есть достиг берегов Тихого океана. Впрочем, у России могут быть и два хребта, подытожил гость, которые дополняют друг друга как линии на глобусе по широте и долготе. «Тотальный диктант» вообще, как говорят, ломает шаблоны географические, но уж точно. В Якутске мы пишем про Калининград, в Ярославле мы пишем про Воронеж, в Тагиле мы пишем, скорее всего, про Дальний Восток, если я правильно понимаю. А у меня такой вопрос. В вашей книге про литературных первопроходцев есть такой персонаж Михаил Пришин. Ну, мы его привыкли считать своим, потому что родился он все-таки тогда, Елецкий въезд был Орловской губернией, поэтому говорю всегда своим. Вот я хочу узнать, чем он вам дурок, как писатель, или как первопроходец Дальний Восток, если коротко. Дальневосточным автором Пришин стал, побывав на Урале, отметил Василий Авченко. Певцу русской природы не пришлись по нраву большие индустриальные стройки, а Дальний Восток стал спасением. Он изучал у нас оленеводческие хозяйства, где там олени, как у них срезают понты, то есть молодые рога, еще не затвердевшие там. Изучал женьшень, изучал тайгу, вот, был на острове Путятина, был на острове Фуругельма, на самый южный остров России, вот, где огромные птичьи базары. И вот там-то его как раз, в общем, настигло и вдохновение, и откровение, и вот он кризис свой преодолел. Главное в диктанте, подытожил автор, это не знаки припинаний, не филологические обороты. Участники должны понять, что русский язык, он живой.